Всем привет! С вами Антон Колбаскин. Сегодня будет серия из двух видео, которые позволят ответить на некоторые вопросы, которые люди задавали в комментариях. Первый вопрос был, а как звучат эти старые советские записи, сделанные из винила? Сейчас у нас будет вот такая катушечка. Как я понимаю, она записана до моего рождения. На опечатке по-английски, пожалуйста, не обращайте внимания. Эту катушку подписывал мой папа, когда не было ни дискокса, ничего такого. То есть вы понимаете, да? Значит, будем что мы слушать. Сначала мы послушаем одну и ту же песенку, мы послушаем через штатный усилитель Ростова 101, через штатный усилитель воспроизведения, который тут достаточно хороший, кстати. Я с удовольствием его слушаю. А второй раз в следующем видео, которое выйдет за этим, соответственно, да? Мы послушаем через бюджетную версию усилителя воспроизведения, лампового. Просто чтобы вы могли сравнить, в чем разница. Я, честно говоря, не очень вкуриваю, как это через YouTube можно сделать, но раз люди просят, то почему бы и нет? Соответственно, это первая часть сериала, где будет воспроизведение через штатный полугерманиевый усилитель воспроизведения. Естественно, усилители настроены на одинакового АЧХ по одной и той же ленте. Уровни я постараюсь выровнять тоже там в пределах полудецибела-децибела, но как повезет, как говорится, да? Значит, сейчас я выключаю микрофон и включаю воспроизведение через штатный усилитель Ростова-101. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА